Тмин Особое внимание следует обратить на большое содержание в плодах тмина, селена и брома. Плоды тмина обладают желчегонным действием и поэтому используются при заболеваниях печени, таких как острые и хронические холециститы. Плоды тмина обладают противорвотным и аппетитным действием и используются при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, таких как гастриты, гастродоудениты, ферментопатии, а также при колитах, энтероколитах, при дисбактериозе кишечника, при метеоризме. При дисбактериозе плоды тмина не только останавливают процессы гниения и брожения, а также уменьшают количество выделяемых газов в кишечнике и способствуют развитию нормальной естественной микрофлоры. При любых заболеваниях желудочно-кишечного тракта можно просто жевать тмин в промежутках между приемами пищи. Плоды тмина используются при геморрое, как внутрь, так и наружно. Из распаренных плодов делают примочки к геморроидальным узлам. Плоды тмина обладают довольно сильным глистогонным действием. Иногда даже используются в микроклизмах при острицах. Плоды тмина незначительно снижают давление и поэтому используются в начальных стадиях гипертонической болезни. Кроме того, плоды тмина обладают мочегонным действием и, как говорят медики, уросептическим. То есть убивают бактерии, которые могут попасть в мочу. Поэтому плоды тмина используются при пиелитах, пиелонефритах и циститах. Плоды тмина используются при заболеваниях легких. Они усиливают выделение мокроты, разжижают ее, способствуют ее выведению, а также убивают бактерии, которые попадают в дыхательные пути. Плоды тмина, как и все зонтичные растения, способствуют выделению молока у кормящих женщин. Продолжение следует...